Итак, огурчики в мятном маринаде готовы! У меня на канале есть много видео о консервации огурчиков. Если интересно, заходите! Привет всем! Вы на канале Татьяна. В сегодняшнем видео консервируем огурчики. У нас тут огурцы в мятном маринаде. Получаются ароматными, вкусными, хрустящими. Зимой самое то! Но прежде чем начать видео, хочу вас пригласить на канал у Татьяны.Инфо. Там вы найдете много интересной и полезной информации. А также хочу поблагодарить Эмили, которая проживает в штате Колорадо, Америка. Она мне прислала вот такой красивый фартук. Мне он очень нравится. Я думаю, он понравится всем моим подписчикам. Для этого рецепта нам понадобится 2 кг свежих корнишончиков. Посмотрите, какие у меня красавцы. Я их вымыла, хорошо обсушила. Нам понадобятся еще зонтики укропа. Главной гости на столе у нас сегодня мятка. В мятке нам понадобится 5-6 вот таких средних веточек. Мятка должна быть свежей, хорошо вымытой и обсушенной. Понадобится еще 2 вот таких средних перца, горьких. А также чеснок, 9 крупных зубцов. Соли понадобится 3 столовых ложки без горки. Сахара понадобится 6 столовых ложек. И еще нам нужны будут вот такие специи. К специям относятся душистый перец, черный перец с горошком, а также лавровый лист дробленный, семена горчицы. Нам понадобится еще, конечно же, уксус. 9 столовых ложек 9% уксуса. Нам понадобится 3 литровых банки. Я их вымела и хорошо простерилизовала. Стерилизовать банки можно как в духовке, а также в микроволновке. В каждую банку мы ложим по одному зонтику укропа. Укроп можно брать просто семена, а можно вот такие зонтики. Потом берем мятку. Я беру вот таких 2 веточки мяты и вылаживаю на дно банки. Мята имеет свой приятный нежный аромат. Я думаю, огурчики тоже пропитаются этим нежным ароматом. Теперь берем огурчики и укладываем их вот так вертикально по краю баночки. И заполняем всю банку огурцами. Один слой огурцов выложили. Теперь берем перчик, разрезаем пополам. Половинку отправляем в банку. А также 3 зубца чеснока. Укладываем второй слой. Можно лежа, можно стоя. Главное, чтобы огурчики были плотно уложены в банку. Вот по такому принципу мы вылаживаем огурчики в банки. Вот так выглядят огурчики, выложенные в банки. Теперь берем кипяток и заливаем в банку с огурцами. Заливаем до самого верха. И сразу же накрываем крышкой. И с третьей банкой тоже самое. Кипяток до самого верха. И накрываем крышкой. Укутываем чем-то теплым и оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут. Снимаем укрытие с наших банок и сливаем воду. Воду сливаем в раковину. Она нам уже не понадобится. Заливаем кипяток по второму кругу. Накрываем крышкой. И укутываем чем-то теплым. Оставляем на 10 минут. Это своего рода пассивная стерилизация. Такой способ закатки мне очень нравится. Он ни разу меня не подводил. Советую попробовать. Укутываем и оставляем еще на 10 минут. Прошли следующие 10 минут. Снимаем укрытие и выливаем кипяток сюда, в кастрюлю. Из этого кипятка мы будем варить маринад. И заливать уже в последний раз в банки. Мята имеет свой прекрасный аромат. И он раздается по всей кухне. Вот так. Теперь соль отправляем в кастрюлю. Сахар тоже. И все специи. Ставим маринад на огонь. Доводим его до кипения. Делаем медленный огонь. И варим еще 10 минут. Маринад готов. Можно заливать в банки. Но прежде чем это сделать, мы отправим в банки по 3 столовых ложки 9% уксуса. Заливаем на дно по 3 ложки. В каждую банку. Вот так. Теперь заливаем готовый маринад. Приятно пахнет. Всеми специями. Заливаем до самого верха. И сразу же накрываем крышкой. Сейчас будем закатывать. После того, как вы закатаете огурчики, их нужно перевернуть вверх дном. И оставить на сутки. И конечно же укрыть чем-то теплым. Курткой или шубой. Посмотрите, маринада хватило точь в точь. Итак, огурчики в мятном маринаде готовы. У меня на канале есть много видео о консервации огурчиков. Если интересно, заходите. В этом найдете много интересных рецептов. Если понравилось видео и мой рецепт, ставим лайк. Ждем новые видео. И подписываемся на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.